Дорогие друзья, перед тем как перейти к просмотру, небольшая просьба, напишите в комментарии под этим видео, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо, также не забывайте подписаться и поставить класс. И вперед! Необычный финал нас ждет в Кубке России. Напомню, победитель Кубка гарантированно будет представлять Россию в групповом турнире Лиги Европы. Ранее, напомню, Локомотив обеспечил себе место в финале, обыграв Уфу 1-0. Гол на свой счет записал Фернандеш. Для Локомотива, как уже упоминалось в предыдущем ролике, это уже восьмой финал и клуб шесть раз брал кубок. Вторым финалистом стал Екатеринбургский Урал, который одержал победу над Казанским Рубином со счетом 2-1 в полуфинальном матче Кубка России по футболу. Владимир Ильин на 13-й минуте счет открыл, Джонатас на 31-й минуте счет сравнял и Александр Новиков на 58-й вновь вывел Урал вперед и, как оказалось, прямо в финал. Но Рубин может сетовать только на себя. Команда не реализовала на 39-й минуте пенальти. Джонатас, можно сказать, стал антигероем. Урал и Локомотив до этого прошли нелегкий путь к финалу. Предлагаю вспомнить все стадии, на которых участвовали команды на пути к финалу Кубка. Итак, в 1-16 Локомотив обыгрывает Хинки 0-3. С таким же счетом Урал одолел Челябинск. На стадии 1-8 Локомотив также забил 3 мяча, но и пропустил единожды открылия в Советов 3-1. Локомотив прошел дальше. Урал сыграл с Амкаром 1-1 в основное время и в серии пенальти был удачливее 2-4. В четвертьфинале Локомотив минимально обыграл Тос на 1-0. Урал играет с Краснодаром 3-3 и вновь серия пенальти. И вновь победа Урала по пенальти 4-3. Ну и результаты полуфинала вы уже знаете. Для Урала нынешний полуфинал стал вторым в истории. В 2008 году команда уступила Амкару со счетом 0-1. Мы победим Локомотив в финале. Такой комментарий после матча с Рубином дал главный тренер Урала. Итак, 2 мая в Сочи на стадионе Фишт Локомотив и Урал выявят победителя. Для обоих команд пробиться в Еврокубке через Кубок России это самый действенный способ. Так как Урал на данный момент в таблице чемпионата России занимает лишь 12 место, а Локомотив с Териком расположились на 8. Напишите в комментариях, кто по вашему мнению возьмет этот Кубок. Рекомендую также посмотреть ролик, который вышел чуть ранее этого и посвящен он также Кубку России. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.